Вода – источник жизни. Обсудить развитие коммунальной инфраструктуры водоснабжения регионов России. Ведущие специалисты собрались в Чебоксарах на ежегодной конференции водоканалов России. Мероприятие традиционно проходит в городах, которые продемонстрировали определенные достижения в развитии отрасли. Участниками стали около 300 человек из России и Европы. Часть из них в первый день работы форума посетила сооружение Чебоксарского водоканала. А честная водопроводная станция «Заовражная водоканала» обеспечивает бесперебойную подачу качественной воды во всей столице Чувашии. Обеззараживает ее в автоматизированных системах гипохлоритом натрия, который является чистым и малотоксичным веществом. А значит, вся вода из крана пригодна для питья. У вас есть прекрасная возможность получить воду в полном объеме из одного источника. Река Волга-Матушка – это большое благо. К сожалению, у нас такой возможности нет. Наша Москва-река не столь большой водный источник. Мы поднимаем артезианскую воду. Нам необходимо добиваться смешения качества по Санпину. Но, в принципе, технологии те же. Чистая вода попадает к жителям. Остаток после фильтрации возвращается обратно в Волгу. Чтобы избежать сильного загрязнения реки, на территории водоканала строится оружение по обработке осадков. Состоит комплекс из нескольких механических приспособлений. Грязная вода, которая остается после фильтра, она подается сюда. Чтобы не сбрасывать ее обратно в реку или в Волгу или в канализацию, ее можно, эту грязную воду, обезводить. И вот с помощью механических приспособлений, ленточных фильпрессов, проходит этот процесс. И фильтрат, который после этого остается, он опускается, отправляется в голову очистных сооружений обратно. Образовавшаяся масса сырая, влажностью 80%, ну, как обычно, сырая земля. Она вывозится уже на, может использоваться на рекультивации земель, на полигон ТЭБО и так далее. Чтобы очищенная вода дошла до потребителя, необходимо внимательно следить за системами коммуникаций. Процент изношенности городского трубопровода высок, более 50%. Для эффективного ремонта городское предприятие использует новейшие технологии. С помощью этого маленького робота можно выяснить, где появился скос, угол излома и каков размер трещины. А затем заняться точечным ремонтом без дополнительных затрат. Ко всему прочему, необходимо использовать качественные детали. Так, местный водоканал применяет в работе водозапорную арматурой австрийской компании для регулирования потока в трубопроводе. Ее срок службы не менее 50 лет без какого-либо ремонта. Основное достоинство, конечно, современной арматуры в том, что ее можно ставить без колодца. То есть просто в грунт зарыть, маленький лючок. И снаружи можно ей управлять, открыть-закрыть. Потому что любой колодец – это, во-первых, огромные затраты. Это порядка под ключ. Он стоит 40-50 тысяч рублей. Вот. Если вы посчитаете, сколько в городе этих колодцев, а еще посчитайте, сколько в год водоканалы тратят на их ремонт, чистку, аварийные всякие ситуации. Конечно, это вещь ненужная, и от этого надо избавляться. А это последний этап путешествия воды по трубам. Водопроводная станция производительностью 1800 кубических метров в час. Она начала действовать два года назад для водоснабжения микрорайона Садовой. Пока в полную мощность здесь работают 1-2 насоса. Они обеспечивают 15 многоквартирных домов. В перспективе использоваться будут все 10 насосов, которые доставят благо цивилизации 100 тысячам жителей. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика.